Добрый день уважаемые дачники, садоводы и огородники. Вот и пришло время подвязывать наш виноград. Есть приспособление для подвязки винограда, но если недостаточное расстояние, обычно 5-6 проволок на шпалили, и бывает так, что буря, как у нас за эти три дня разгулявшаяся буря, поваляла только подросшие побеги винограда, и теперь нужно их подвязывать в нужное место. Бывает так, что, вот как велес, допустим, молодой, из головы кустам гонит много побегов. Я, конечно, выбираю самые сильные, плодоносные, пускай это и сигнальный урожай, но все же, на перспективу нужно выбирать сильные лозы. И, конечно, их нужно, нельзя давать им загущаться, соответственно, нужно их немножко разводить в стороны, как вот этот побег. Вот это у меня валёк тоже хорошие кисточки дает, но все же немножко валёк залез на территорию велеса. Вот. Подвязывать, конечно, лучше, если, в принципе, в таких случаях удобнее всего и лучше подвязывать вот такими вот длинными верёвочками, нарезанные тряпки на такие верёвочки длинные, очень удобные, мобильные. И насчёт подвязки. Хочу вам показать, вязал уже по-разному, но вижу, что нужно вязать этот край, завязываемый, под низ основной верёвки. Почему? Потому что, вот смотрите, нижняя тянула вверх, вниз, основная получается вверху. Здесь, наоборот, перевязывается, перетягивается вот так вот и получается побег верхний отрывается или переламывается. А так, по ходу завязывания верёвки и движения верёвки, как вот сюда, тянется и побег, и он же будет по нему, как ли она, и расти. Есть, как я уже сказал, припособление для фиксации лоз на шпалере, на проволоках. Ну, вот как у меня, допустим, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть проволок. Но бывает так, что, к примеру, нередко бывает, очень нередко, что вы на работе неделю, приехали за неделю очень быстро, тем более, сильно рослые сорта винограда. Рванули на полметра, их порывом ветра через проволоку или до проволоки ещё не доросли, они ещё молодые, неогрепшие. Травянистые побеги, их или поломало, или погнуло, или вообще скинуло на землю. Не всегда получается, не всегда есть наличие приспособления для фиксации, я уже не помню, как, сейчас не помню, как они называются, но верёвочки всегда под рукой, их можно нарвать, заменить, выбросить, если пришли в негодность, и расправить их побеги веерообразно, чтобы они загущались. А для, коль уже коснуться этой темы, а если есть загущение небольшое и есть, вот как вот здесь вам видно, уже метёлочки, нижние листы обрываем, поскольку они недолговечны, они уже отрабатывают своё буквально через недели две-три, и они только оттянут все питательные вещества. А так они не будут затенять, мешать прохождению пыльцы для опыления этих грозей. Будем уже буквально через пару недель начать свести виноград, и эта тема будет очень актуальна. Значит, вокруг или же как-то загибать вот так, если вы не хотите избавляться от листьев, или же просто обрывать, вот как старый лист оборвал, и будет какое-то движение и проветривание самого куска, что предотвратит, снизит вернее вероятность заболевания грибными заболеваниями, снизит вероятность заболевания мельдиумом, и ещё и будет самоопыление, если это самоплодные сорта, а если женский тип цветка у виноградных соцветий, тогда это ещё более важно в данной операции, чем просто осветление куста и их же проезживание. Ну, я хочу ещё раз вам один раз покажу как. Вот у меня целая коробка этих подвязочек, я их не коллекционирую не потому что там лишние. У меня просто 70 кустов, вы сами можете представить сколько на 70 кустах побегов. Вот нижний растёт, его болтает, его нужно будет куда-то в какое-то окошко определять. Это Виктория, Виктория более комплексного устойчивого почти. Поэтому я немножко допускаю небольшое загущение, хотя и не стоит. Так, ребят, ещё вам хочу показать. Ещё разочек. Вот смотрите, вот это вот короткий под основную верёвку, и вот затягиваем. Смотрите, теперь что получается. Верхняя верёвка не переламывает, она всего лишь подтягивает. И теперь получается побег будет фиксированным. Под грозью, где узелок, здесь конечно очень удобно, но здесь можно передавить. Если здесь вдруг по каким-то причинам передается вот эта вот часть, коронка, верхняя вот эта коронка, верхняя часть. Ничего из пасынка, вот из пасынка пойдёт боевица вторая точка роста. А если здесь передается, то грозь отпадёт, конечно, вы лишитесь грозди. Что естественно, конечно, вам будет очень жалко. Ну и здесь я не обкручиваю, просто фиксирую на бантик. Если хотите немножко сдвинуть, это на проволоке очень легко. В этом году, в этом сезоне, в начале я и не снимал, как я обрабатываю, чем обрабатываю. В принципе, данных видео у меня на канале достаточно. Хотя я буквально вчера обрабатывал диобаковую смесь энжоинсектицид против насекомых, скор, аидиум, тапсин, некоторых других заболеваний. Мне хватило на виноград и я немножко прошёлся по персику и по черешне. Тапсин как раз для него и для косточковых очень хороший подошёл. Ну, как вы видите, это у меня получается как почти показательный куст. Это валёк, коронки загнуты. Оставил относительно всесильные побеги. Вот, мелочь удаляю. Вроде бы нету. А некоторые очень удобно расположенные побеги, как вот этот, я просто беру. Я думаю, что тоже многие так делают. Закручиваю усиком там, то есть помогая. Все равно будет плестись. Помогаю усиком, чтобы же и держалась наверняка. И коронку заправляю сюда. И побег будет сам держаться. Ну, в принципе, я думаю, на даче у многих есть старые тряпки или ненужные какие-то одеяния, одежда. Платья, юбки, брюки. Можно порезать на полоски. Они всегда пригодятся в наших виноградных делах. И не только виноград подвязан. Ну, а на этом, ребята, я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего урожая. Вами все болячек на ваших садах и огородах. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.